Климатическая повестка не сходит из уст мировых лидеров. Предлагают сокращать выбросы и техногенные влияния. При этом свои города превращают в каменные джунгли. Пока многие говорят об экологии, белорусы создают благоприятную среду. Тон задает Александр Лукашенко. Минске покорошил очередной анклав природы. Парк с историческим бэкграундом в честь 50-летия октябрьских событий приобрел современный вид. Пройтись и оценить пригласили главу государства. Здесь парк, большой парк. Говорят, что это второй парк. Да, в городе Минске. 68 гектар после парка Победы. А там сколько у нас? Там 150 гектар с водной гладью, безводной гладью 100 гектар. Давний-давний парк. Я тут постоянно мимо ездил. И много раз заезжал сюда и на стадион, трактор, стадион. Мы договаривали, что мы строим национальный стадион. Опять же, спасибо Китаю, Си Дзиньпину за этот подарок. Это слишком дорогой подарок. А свой стадион, трактор, мы приводим в порядок. И это будет и тренировочное поле, и поле для... Игр в Белорусском чемпионате. Ну, вот сейчас посмотрим, все ли сделали. Но главное, это парк. Это парк давний, для народа. Народный парк. Да, народный парк, хороший парк. Поэтому посмотрим, как сделали. Ну, думаю, что в Минске умеют делать. Это основной парк в самом народном районе Минска-Заводском. Здесь можно устанавливать сцену и место для выездной торговли. Хоть праздники районного масштаба проводи. Правда, глава государства печется и о отдыхе, и о местах работы. Гармоничное развитие инфраструктуры. Наш Минск – город больших строек. Ну, должок у вас еще с Качановой, Талиеваном. Да. Мотовелозавод. Да, готовим. Это очень важно, потому что социальные объекты хорошо. Но надо производство. Деньги зарабатывать людей. Уже идет установка оборудования. У нас 98 арендаторов, резидентов, которые работают. Они устанавливают оборудование, наладка идет. Ну, давайте договоримся, что мы их немножко подстегнем, чтобы они быстрее налаживали свое оборудование. У нас завод по производству автобусов. Намаз 3000 автобусов. Да. Потом у нас ВДНХ, как я его называю, выставочный центр. Мы его должны в январе. Речь шла о том, чтобы приурочить его открытие к ВНС. Лучшее по качеству выставим товары, продукцию. Премии качества. Ну, достойно надо сделать. Продолжение темы расширения производства автобусов обсудили уже в самом автобусе. Экскурсия по парку. Мне им все делать. Но главное, чтобы было качественно. Ну, я имею в виду автобусы. Автобусы хорошие. Чтобы тоже наши были. Ну, вот в среднем городе, вот, хоть там срок эксплуатации 7 лет, но у нас 15-18 лет они отхаживают. Мы свою ремонтную базу где-то ремонтируем, поддерживаем. Площадка для игровых видов спорта, локация воркаута, даже территория для экстремального скейтборда. Для каждого поколения своя зона. Но главное, сохранена целостность природного ландшафта. По весне посмотри, чтобы траву подсеяли, чтобы она взошла. Надо, в первый год надо очень внимательно. Уходная работа делать. Полмира борется с нехваткой воды и питания. Остальная с загазованностью и теснотой. Самые благополучные места в мире хвастаются неоновыми огнями. И небоскребами. Но только у нас даже столица. Город для жизни в гармонии с природой. Президент всегда ориентировал именно на такой Минск. Я не сторонник перегружать. Видите, Минск, несмотря на то, что в центре Европы, он не захламлен разного рода зданиями. Были разные предложения, здания какие-то. Я не одобрил этого. А еще и с практической точки зрения. Вот справа от меня, от вас слева, кварталы, где живут люди. Так? Ну, они хотели бы с внучатами, с детишками куда-то выйти, где-то, чтобы это было под боком, и отдохнуть. Я в шутку часто говорю, когда я еду по проспекту из центра города. Девчонки там ногу кверху и меня так приветствуют ногами. Забавно. Забавно это все. Но я радуюсь, что людям есть куда прийти. Вот они перешли дорогу и отдыхают на берегу Комсомольского озера. Велодорожки, стадионы, лыжно-роллерные трассы. Сегодня главе государства мэр доложил о концепции развития инфраструктуры спортивного Минска. В следующем году мы введем два физкультурно-оздоровительных комплекса. У нас не было в Каменной горке и в Лошадце. Вот они уже сейчас в стадии строительства. В следующем году они будут введены в бассейн 25 метров и тренажерные залы. То есть люди могут прийти и позаниматься. Также у нас сейчас идет реконструкция спорткомплекса «Динамо» на Даумана. Работы уже ведутся. И в следующем году мы введем эксплуатацию. Легкоатлетический зал, зал для игровых видов спорта и гимнастики. В принципе, ради прибыли можно разделить на участки и застроить всю столицу, в которую стремятся переехать и россияне, и европейцы. Но наши власти создают гармоничную среду обитания. В последние два года было полностью завершено строительство трех парков. Это парк Угачависа, каменная горка. Там людям фактически вообще не было зеленой зоны. Мы сделали парк. В этом парке все создано для того, чтобы люди могли отдыхать. И в следующем году там одна очередь осталась. Спортивное ядро. Мы сделаем там для футбола, мини-футбола, для волейбола, баскетбола вот такие площадки. Мы весной начнем и в следующем году это завершим. Также парк имени Михаила Яковлевича Павлова. Тоже мы завершили благоустройство. Там тоже большой микрон в Московском районе. Здесь, в этой студенческой деревне, тоже созданы все условия для отдыха людей. И Яблоневый сквер, это возле Першая Национальная, вот то, что я вам докладывал, тоже сделано полностью завершено. И там уже люди отдыхают. Ну это чтобы люди понимали, там разные предлагали варианты построить и застроить. И если честно, я так и не смог до сих пор определиться, что там. И тогда мы договорились с тобой, сделай место отдыха. Такой путь выбрал Александр Лукашенко. Беларусь страна, где природные оазисы благоустраивают для всех, а не для закрытых территорий для игры в гольф. Это стоит не дешево, как и создание и поддержание спортивной инфраструктуры. Мы рады вас приветствовать. Это хорошо, но мы ждем. Тренировочный процесс, ребята. Покажите свое мастерство. Да, тут они покажут. На мировой арене будем стараться, Александр Григорьевич. Не надо. Слушайте, гимнастика, это же дашь, это спорт. Традиции хорошие, но нам нужны... Победа. Да, результаты сейчас нужны. Мы будем надеяться на это. Работаем, да. Перспективно. Работаем, да. Есть тренировки, будет результат. Нет тренировки, там результата не будет. Из дюшер Олимпийского резерва по спортивной гимнастике и акробатике и стадион «Трактор» советское наследие. Но в такой эффективный вид привели сейчас. Как говорится, результаты бы дотягивали до инфраструктуры. Вот только тебе претензии предъявляли. Готов выслушать. Тренерской работы нет и все. Нет физической подготовки в ребятах. У мальчика, к сожалению, у нас девочки, у нас Надежда. У меня девочки. Мне уже про девочек рассказали. Скажу так, 6 месяцев должности, работаем. Скажу, ну девочки, они во всем виде спорта, во всех видах спорта. Ну это не та команда, которую мы обыгрывали в свое время. Лет 15 назад мы играли со сборной Беларуси женской. Я играл и бывшие динамоцы, но любители. Мы у них выиграли. И я тогда честно забил два мяча. Ну это у нас самые титулованные на сегодняшний день. Сегодня президент вышел на поле. На этот раз футбольное. И во время откровенного разговора вспомнил про то, на каком ему приходилось играть и почему мяч сменил на клюшку. Десятый номер мне дали. Я по правому флангу от центра убегал. Ближе к штрафной, между штрафной и боковой линией. И тоже подавал в центр. Поле не такое, как здесь. И я бежал, споткнулся. Какая-то канава была там. Базбища, наверное. И я упал на левое колено. На большой скорости. Ну, меня сразу и вынесли за ворота. А на завтра туда-сюда. Никто меня там не лечил. А потом прошло время. Колено дало себя знать. Почему в хоккее? В хоккее мягкие движения. Там нет этих прыжковых. Ну, правда, на таком поле это не так страшно. А мы играли. Ну, ты же помнишь, какие были? Сейчас условия, конечно, лучше. Несравненно лучше. Спорт в принципе и сама Беларусь в целом становится все привлекательной для жизни людей из разных уголков мира. Чем больше узнают о нас, тем больше стремятся попасть в нашу страну. Но позиция первого надо обходиться без легионеров. Надо воспитывать своих чемпионов. Ты хочешь, чтобы я тебе расписался на мяч? Да, да. Вот у нас через недельку важный матч. Вы выиграете? Играем. Конечно, выиграем, если вы. Спасибо большое. А еще вопрос без девчонок. Можно общую фотографию сделать с вами? Ну, давайте. Спасибо большое. Мы вам передадим за счет председателя вашей федерации. У него все есть. И деньги, и форма, и желание. Ну, министр мешает ему им все. Не такие были мячи. Штарованные. Да, порвут, разорвут. Я сам шил, тащил детей и взрослых на футбол. Ворота сам в лес поехал, привез, оборудовал. Жутко хотел футбол играть. Успеху вам. Смотрите, чтобы мы с Африки не привозили сюда спортсменов. Если не будете играть, Николай Николаевичу в командировку, там они просятся в Беларусь. Вот один-два побывали у нас, возьмите нас и все. Очень деньги хорошие. Да, тихо, спокойно, уважают. Народ хороший. Ну, я шепчу, чтобы наши играли. Ну, если не будут играть, что делать? Самая активная часть молодежи уже строит свое будущее. Причем в буквальном смысле. В обновлении стадиона государство вложило почти 32 миллиона рублей. В реконструкцию из Дюшор – 3,5 миллиона. А почти две сотни участников студотрядов – себя. В главном парке заводского района выделили даже отдельную локацию для БРСМ. Ты же хотел. Так точно. Мы вам и отдали. Они готовы и еще. Ну и, конечно, хотели поблагодарить и задать несколько вопросов. Это все вы делали? Ну, не все. Демонтаж со специалистами. Сначала сиденья разбирали, плитку ложили. И даже в проектных работах участвовали с БНКУ. Молодцы, все правильно. Я со строитрада многое чего в строитраде научился. И то останется на всю жизнь. Поэтому, ну, я в строитрад ехал, потому что на обладение зарабатывал. Для того, чтобы пойти с 1 сентября учиться, надо было костюм купить. А было не за что. Поэтому в строитраде мы зарабатывали. По 400 рублей тогда. Ну, я на миллиардации был. Я миллиарда. Вот тяжелая работа. Всегда рядом с президентом молодежь. Сегодня это не только фигурально. Харизма опытного политика и в раз улетучивается зависимость от гаджетов и равнодушия и комформизма. Этим сейчас заражена вся молодежь самых продвинутых стран мира. Но только у белорусов самого активного возраста есть живой диалог с президентом. Молодеет спорт по всем направлениям. И оттуда начинать надо. И там точки роста. Если упустил, уже там лет 10-15 упустил, все, уже сложно будет. Сложно. Можно, но сложно. А если вы уже студенты и спортом не занимались, ну, так лучше устроить ряды тогда. Президент был всегда в окружении людей. В начале суверенного пути людей в лаптях. Сейчас вот среди прогрессивной и амбициозной молодежи. Это же и есть отражение развития страны. Запросы людей растут. Но консолидированная Беларусь – это как раз про футбольную философию. Командная работа с опытным капитаном. Вам жить. Поэтому вы молодцы. Это за вами будущее. Я вам говорю, это искренне потому, что вы здесь находитесь. Спасибо большое. Евгений Пустова, Александр Бутреев, Владислав Адамецкий. СТВ.